Добрый день! Фестиваль автоэкзотика, московский фестиваль автоэкзотика. Очень популярный фестиваль, попасть сюда не просто много желающих. Я вот даже получил такое специальное приглашение по великому, что называется, Блату. Но даже мой Чироки пока не может являться экспонатом, потому что, ну, не дорос, что ли. Здесь в частей совершенно другие машины. Поэтому я паркуюсь и иду пешком для того, чтобы вам обо всем подробно рассказать. КОНЕЦ Чтобы попасть на автоэкзотику, во-первых, нужно иметь уникальный автомобиль. Банально, либо редкие, то есть лимитированные серии, либо ретро, вот как у нас представлены некоторые из этого ряда машины. Либо иметь машины, которые изменены из стандартной конфигурации. То есть там музыка поставлена, увеличена мощность двигателя, покраска уникальная. Ну, любые вот из этих вещей. Фестиваль автоэкзотика проводится уже не первый год. Если быть точным, то и не первый десяток. Как утверждают сами организаторы, автоэкзотика – это большая игра. Причем игра любимая, и правила в ней меняются каждый год. Если в начале 11 лет назад все играли вслед энтузиастов автомотостарины, то сейчас это огромный автомобильный курорт, на который приезжают люди за тысячи километров. Первый раз я побывал на выставке где-то в 98-м году. Ну, тогда это мероприятие было практически единичным. Подобного ничего не встречалось в России. Конечно, это тогда для России были гораздо большие масштабы. Но сейчас подобных мероприятий уже достаточно. Поэтому, в принципе, экзотика немножечко утеряла такую свою эксклюзивность. Но от этого она не стала менее интересной. Вместе с развитием вообще автомобильной, гоночной, тюнинговой индустрии в России развивается как такие шоу, как «Экзотика» и множество других. И вместе с ними развиваются клубы. Если вспомнить «Экзотику» конца 90-х годов, это представлялась всего лишь небольшая выставка. Она располагалась вдоль рлежной дорожки асфальтовой, взлетной полосы, но по обе стороны. То есть длина ее была 300-400 метров, и по обе стороны стояли автомобили. Сейчас, конечно же, придется эту дорожку удлинить очень сильно, чтобы там все поместились. С каждым годом количество участников и посетителей фестиваля растет. Только за первые три дня «Экзотику» 2008 посетили более 30 тысяч человек. На площади экспозиции, которая составляет более 30 гектаров, представлены более 5000 уникальных автомобилей. «Автоэкзотика» сейчас – это уже даже не совсем фестиваль. Это уже гораздо больше, чем 1000 автомобилей, гораздо шире, чем аэродром Тушино, гораздо дольше, чем 10 дней в середине июля. Потому что в первую очередь «Автоэкзотика» – это люди. Вот этот «Форд» 1971 года, «Форд Таунс GT». Объем движка маленький – 2 литра. Коплин за смешные деньги по нашему времени – 100 тысяч рублей. «Мерседес» 1938 года, 230-й. В принципе, если так посудить, что он еще снимался в фильме «17 мгновений весны», ну, 30 тысяч долларов для него смешные деньги. Ну и «БМВ». Она 36-го года выпуска, большая часть по оригиналу. Ну, стоимость тоже в районе 30 тысяч долларов. Да, к сожалению, для коллекционеров наступили не самые лучшие времена. Привезти раритетную технику из-за бугра практически невозможно. Мы покупаем и восстанавливаем для себя. Вот, грубо говоря, на «Мерседес» мы планируем потратить где-то 1030-40 долларов. На «БМВ» где-то такую же сумму. Вот единственная проблема всегда с поиском запчастей. Так как у нас запрет есть на какой-то там ввоз. Например, мы хотели бы привезти в машину донора. Это было бы очень, ну, попроще, чем искать по закоулкам. Вот, грубо говоря, тут есть человек на автоэкзотике. Вот спидометр для этой машины он продает за 10 тысяч. Хотя, в принципе, можно машину целиком донора пригнать из той же Америки, из Германии за 100 тысяч рублей. Надо сказать, что и раньше движение держалось на энтузиастах. А теперь и подавно. Отличительная черта коллекционеров – неистребимый оптимизм. Только люди, очень сильные и любящие жизнь, могут так веселиться. Они утверждают, что автоэкзотика – это супер-праздник и мега-тусовка. Это место, где кончаются дорожные ограничения. Это холодное пиво, яркое солнце и девушки в купальниках. Это воспоминания на весь год до следующего лета. Это курорт для любителей автомобильной техники. Ну, это вот BMW 1936 года. Ну, мы ее взяли для того, чтобы установить, оставить для себя ее. Как бы планировать в продаже ее не будет. Просто хотим для себя оставить. Еще нам повезло, что здесь больше запчасти оригинальные все. Движок цилиндровый оригинальный. Просто попадается машина, где бывают запчасти совершенно не оригинальные, соответственно, она не уникальна. Уникальная машина то, что она сохранившаяся, все у нее новое. Свое, как бы, старое. Вот это, как бы, оригинал и уникальность. Ну, вот салон, конечно, здесь смысла пока показать нечего. Через год приезжайте, посмотрите, будет, увидите совсем другое. И салон будет хорошенький. И, соответственно, железо, краска, все будет по-другому. В этом году у нашего канала тоже был свой стенд, на котором были представлены одна из последних работ известного российского кастомайзера Егорова мотоцикла «Сибирь» и уникальный Dodge 43-го года выпуска, постановленный в мастерской «Ленна». На самом деле это уникальное ощущение, когда притрагиваешься вот к такому раритетному автомобилю. Машина 43-го года, представляете, тут все осталось таким, каким было много-много лет назад. Даже канистра и крышка вращается и снимается, как было в те времена. Я думаю, что здесь была, скорее всего, вода, потому что, ну, бензин вряд ли стали бы возить под пулями. Точно так же, как колесо, которое с левой стороны защищает водителя от снайперской пули или от пули просто какой-нибудь шальной. Автоэкзотика – это не только раритетная техника. Это, прежде всего, техника уникальная. Как-то до сих пор мы, рассказывая о фестивале, обходили вниманием целый пласт техники, как минимум необычный. Совершеннейшей и выпиющей несправедливостью предлагаю считать нарочитое непроявление интереса со стороны прессы к этим, как правило, малоприметным на улицах городов тружникам коммунального хозяйства, которые, тем не менее, относятся к семейству автомобилей, имеющих двигатель внутреннего сгорания. Совершенно потрясающая техника, доложу я вам. Управляется не совсем так, как автомобиль, но достаточно просто. Очень чувствительно. Сейчас я попробую осуществить копательные работы. Слушайте, я не очень понимаю, как она движется. За счет того, что передние и задние колеса живут сами по себе. И очень чувствительная техника. Ну вот. Ну, фактически, миссия выполнена. Я думаю, что, может быть, не очень хорошо, но справился с поставленной задачей. Данная техника оснащена двигателем колер американский с воздушным охлаждением, 20-сильный двигатель двухцилиндровый. Этих 20-ти сил, в принципе, вполне хватает для того, чтобы подключать к нему более 28 видов навесного оборудования, которые спокойно с ним работают. Также довольно-таки легко эксплуатируется. Здесь это видно. Все, в принципе, ничего откручивать не надо. Все на виду. Здесь воздушный фильтр установлен. Два гидравлических фильтра. Один низкого, другой высокого давления. Который также легко меняется. Бак топливный. 92-й бензин. Довольно-таки экономичный. Расход у него где-то в среднем при полной нагрузке около 3 литров. В принципе, если целый день на нем работать, то есть получается где-то около 12 часов. Это берется в среднем, если сутки на стройках и так далее. То вполне хватает два раза заправить бак, чтобы на нем целый день отработать. Что касается скорости, то максимальная скорость у него, как бы, это небольшая техника. В основном не для дорог создана, а для бездорожья. Около 12 км в час. Этого достаточно. Что касается управления, довольно-таки просто. Всего две педали. Одна педаль вперед, другая педаль назад. Тормоза никакого нет. То есть трансмиссия полностью гидравлическая. На каждое колесо стоит свой гидромотор, который, соответственно, питается от насоса, расположенного на коленвалу двигателя. То есть система очень простая, ремонтируется довольно-таки легко и, в принципе, ломаться нечем, потому что нет никаких редукторов, ремней и так далее. То есть гидравлические шланги, которые идут от насоса на каждый мотор, ну и, соответственно, на мотор и на навесном оборудовании. Каждый раз фестиваль «Автоэкзотика» подтверждает свой статус в фестивале удивительной атмосферой праздника, летних каникул и безудержного веселья. Немалую лепту в это вносят люди, которые, казалось бы, к автомобилям не имеют никакого отношения. Сколько раз мы обращали внимание на непривычно одетых ребят, носящих непривычные прически и неторопливо разъезжающих на необычных велосипедах. А их тем временем с каждым годом становится все больше и больше, и их двухколесные аппараты вполне могут со временем составить конкуренцию автомобилям. «Автоэкзотика» — это одно из традиционных мероприятий ежегодных нашего клуба. Нам здесь очень нравится, мы его посещаем, потому что это в первую очередь все-таки не авто. Авто у нас в первую очередь в Москве в пятницу в 7 часов вечера, на всех оживленных улицах. Это в первую очередь все-таки экзотика. И люди, которые сюда приходят, те, которые подкованы, они уже все про автомобили знают. Их уже ничем не удивить. Люди, которые сюда приходят с улицы, им интересна в первую очередь экзотика. Вот, как и нам. И это все-таки связано гораздо теснее, чем кажется, потому что это уже в нашем городе реальная альтернатива автомобилю. Если разобраться, то растобайкеры такие же кастомайзеры, как и все остальные, только техника у них значительно более экологически чистая. Есть много способов сделать растобайк, которые зависят от того результата, который ты хочешь получить, от твоих возможностей. Можно взять какую-нибудь старую раму от аиста, наварить две трубы на вилку, удлинить ее, поставить назад колесо побольше или поменьше. Это уже, в принципе, будет растобайк. Растобайк — это довольно недавно появившаяся в России культура. От обычных они отличаются двумя вещами. Первая вещь — они обязательно отличаются посадкой. Потому что на горном велосипеде посадка предполагает, что у тебя согнута спина, вытянуты руки. Ты на эти руки еще опираешься на вытянутые и еще задираешь вверх шею. У наших великов очень удобная посадка. За счет высокого руля, прямая спина, абсолютно расслабленные руки. Им нужно напрягаться ровно, чтобы с руля не упасть. И прямая шея. Работают только ноги. То есть можно ездить в итоге по 80 километров круизы и нормально. И они обязательно отличаются какой-то оригинальностью. То есть чтобы велосипед мог называться растобайком, в нем должна быть какая-то, что это изюминка, какая-то необычная штучка. Можно бесконечно долго рассказывать о том, как проходил в этом году фестиваль. Тем более, что длился он 10 дней. Но, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. 10 дней фестиваля. Много это или мало? Для кого-то из тех, кто находится здесь, все эти 10 дней, возможно, это очень большой срок. А для большинства остальных людей этот срок, конечно, очень маленький. Именно поэтому, видимо, организаторы фестиваля с нынешнего года решили, что фестиваль будет путешествовать по городам и весям. Так что, возможно, в самом ближайшем будущем вы сможете прийти на автоэкзотику в своем родном городе. Так что удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok